Друзья, прошу строго не судить мой внешний вид. Сегодня суббота, я проснулся в 9 утра, и все с одной целью. Для того, чтобы к 9 вечера я таки успел приготовить свое сегодняшнее блюдо. У меня для вас всего два слова. Рваная свинина. Погнали! Всем привет! Федоров здесь. Всем привет! Федоров здесь. И начнем мы с небольшой легенды. Представьте себе юг США до времен гражданской революции. Основным населением являются плантаторы. Рогатый скот не приживается в связи с суровыми климатическими условиями. И основным мясом, которое все едят, является свинина. Свиней в один момент становится настолько много, что плантаторы уже не держат их всех в вольерах и загонах. А часть из них выпускаются на свободу, наружу, где свиньи бороздят луга, поля и леса. Знаете, возможно, можно сказать, что в какой-то момент свиньи были самыми свободными существами на территории Северной Америки. В один прекрасный момент плантаторам приходит гениальная мысль. А давайте устраивать фестивали, где мы будем охотиться на этих одичавших свиней и затем жарить их на костре. В связи с новоприобретенным активным образом жизни у свиней большое количество мяса становится жестким. И плантаторы с удовольствием делятся этими жесткими кусками мяса со своими лучшими друзьями, рабами. А те, пользуясь своей смекалкой и находчивостью, учатся готовить эти жесткие куски мяса так, что они становятся обалденно мягкими и вкусными. В частности, так и появилась рваная свинина, приготовленная на углях, на гриле или же, как в моем случае, в духовке, свиная голень, которая распадается от одного прикосновения вилочкой. Готовить рваную свинину весьма просто. Все, что вам нужно сделать, это обсыпать ее различными специями, а затем положить на противень и поставить в духовку на 7-8 часов в зависимости от размера вашей свиной голяшки. Готовка рваной свинины делится на три части. Во-первых, мы готовим обсыпку. Во-вторых, мы запекаем нашу свиную голень. А в-третьих, мы готовим соус и подаем наше блюдо. Обсыпка. Смешиваем наши специи. Начнем мы с чили. Высыпаем его. Чеснок. Коричневый сахар. Паприка. С паприкой вообще не стесняйтесь, не жалейте ее. Сыпьте столько, сколько вам хочется. Я буду использовать где-то, наверное, одну столовую ложку паприки. Соль. И перец. Берем вилочку. И перемешиваем наши специи. Обсыпка готова. Теперь нужно тщательно обсыпкой посыпать каждый кусочек нашей свиной голени специями. Важный момент. Если вам, как и мне, попадется свиная голень, которая имеет большой пласт жировой прослойки, то возьмите ножик и надрежьте ее изнутри, либо вообще снимите, потому что на самом деле все равно вы это кушать не будете, когда блюдо приготовится. Вам важно, чтобы обсыпка достала до всех частей вашего красного мяса. Поэтому, если у вас слишком много жира, либо его отрезаете, либо надрезаете. Приступим к посыпке. И вот она, наша рваная свинина готова к запеканию. Теперь самое время включить духовку. Поставьте ее на 150 градусов. Перед тем, как мы выложим нашу свиную голень на противень, нам нужно сделать так называемую баньку. Банечку? Банечка? Предбанник? Для свиной голени мы будем делать паровую баню. Для этого нам потребуется лук, который мы нарежем на половинки и выставим на противне. После этого зальем водичкой и поставим нашу свиную голень поверх лука. Режем лук. Теперь выкладываем лук на противень. Поверх лука кладем нашу свиную голень. Заливаем водой так, чтобы она доходила до уровня свиной голени. Я думаю, достаточно. Баня нужна для того, чтобы наша свиная голень не высохла за 7 часов в духовке. Кстати, вместо бани из воды, некоторые блогеры и повары также используют кока-колу. Я, в частности, очень люблю использовать куриный бульон. Кто-то использует сидр или пиво. Вариаций множество. Не сказал бы, что это дико сильно влияет на вкус. Главное, чтобы была какая-то влага в нашем блюде. Как же мы с вами будем запекать нашу рваную свинину? Во-первых, мы накроем ее фольгой и поставим в духовку на 150 градусов где-то на 3 часа. Через 3 часа... ...духовка как раз таки готова. По прошествии 3 часов мы свинину достанем, фольгу уберем и свинину положим обратно в духовку еще на 3-4 часа, в зависимости от размера вашего куска. Для того, чтобы убедиться, что ваша свинина точно готова, вы можете взять вилочку и попробовать надорвать кусок свинины от вашего куска. Если свинина начнет отслаиваться, это означает, что свинина готова и ее можно доставать. Готовить на протяжении всех 7 часов мы будем при температуре 150 градусов Цельсия. Начнем. Берем фольгу и накрываем наш противень. Ну что, ставим в духовку? Берем фольгу и накрываем наш противень. Блин, ребят, ну вы только посмотрите на эту красавицу. 7,5 часов она провела в духовке, а затем на полчаса я еще оставил ее отдохнуть, чтобы она остыла и я мог спокойно раздербанить ее на маленькие части. Что касаемо того, что я буду с ней делать дальше, в любом случае я вам рекомендую использовать соус барбекю, он тупо красит вашу рваную свинину, как бы вы ее не подавали, в каком бы виде вы ее не ели. Что касаемо того, как я обычно подаю рваную свинину, я либо подаю ее в форме бургера, либо использую ее как наполнитель для блюда, которое называется mac and cheese. Про него, кстати, я сниму ролик в следующий раз. Ну что же, все, что нам осталось сделать, это раздербанить курицу и затем смешать ее с соусом барбекю. Вот именно поэтому эта свинина называется рваной, потому что вам не нужно использовать никакого ножа, она и так сама по себе очень-очень мягкая и спокойно рвется, используя две вилочки. Окей, свинину разорвали, переходим к подаче. Во-первых, перекладываем нужную нам часть свинины в емкость для смешивания с соусом барбекю, добавляем соус и перемешиваем. Ну что там у нас получается? Ммм, кайф! Сделаем из этого бургер. Окей, вот и мой конечный вариант подачи. Сейчас, как только доснимаю видео, начну это уплетать за обе щеки. Можешь выключить, пожалуйста? Я не пользуюсь за обе щеки. Вы только представьте, 9 часов я потратил на приготовление этого блюда, и вот он результат! Маленький бургер на маленькой тарелочке. Но, блин, оно того стоит. Я вам серьезно говорю. Попробуйте хотя бы раз, проснитесь рано утром, в субботу или в воскресенье, и поставьте вашу свинину готовиться. Поверьте мне, оно того стоит. Таких бургеров вы не ели раньше. Ну и в завершении хочу сказать, что мне, как и всегда, было чертовски приятно для вас стараться. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, поставьте лайк. Если не подписаны, подпишитесь. Ну а я удаляюсь. Всем желаю прекрасного вечера, и до новых встреч, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok